доброго времени суток есть очень много разных стабилизаторов мы сегодня рассмотрим релейный автотрансформатор трансформаторы тоже бывают разного типа в нашем случае округленный как кольцо с этих выводов снимается напряжение рядом принципиальная электрическая схема переключение происходит за счет электронных реле отсюда и название релейные стабилизаторы сейчас быстренько нарисую схему чтобы у вас было какое-то понятие это у нас вторичная обмотка а это первичная обмотка входные и выходные обмотки одинаково количество витков между концами провода образуется напряжение так как одинаково количество витков то пропуская вход напряжения 220 вольт и на выходе тоже будет 220 если добавит столько же то напряжение удвоится у понижающих трансформаторов первичная обмотка больше количества витков а вторичное меньше от количество витков вторичном обмотки зависит напряжение от толщины провода ток нагрузки если вы хотите домашних условиях проверить стабилизатор напряжения то необходимо иметь два вещи это латер и тестер латер подключаем на вход тестер на выход смотрим на дисплей стабилизатора на нем показывает 220 вольт почти на все дешевых стабилизаторов это значение не меняется фиксированное напряжение сейчас мы сами убедимся я буду поднимать напряжение на латере и смотрим на показания тестера плавно поднимаем напряжение от сети также плавно понимается на выходе сейчас произойдет переключение сработает реле продолжаем поднимать напряжение смотрим на тестер при каждом переключении напряжение равно 220 вольт продолжаем опять поднимать напряжение на выходе тоже поднимается когда напряжение на входе 220 вольт и на выходе тоже 220 вольт обычно на плате бывает четыре реле всего происходит, четыре раза переключение, и здесь четвертый раз произойдет. Дальше, самое интересное, хотя так не должно быть. Возможно, стоило еще одну реле запаять на плате. Вы сами видите, что происходит, напряжение тоже растет, на выходе это опасно. Либо должно переключаться, либо защита от перенапряжения. Как мы видим, этого нет. А теперь проверим на защиту срабатывания, при понижении входного напряжения от сети. Плавно уменьшаем входное напряжение и смотрим. Дисплей стабилизатора. Произошло срабатывание. При этом на выходе напряжение равно нулю. Прежде чем делать покупки, обратите внимание на входное напряжение. У каждого по-разному, желательно с широким диапазоном, скажем от 90 вольт до 280 вольт. На этом завершается. Если вам понравилось, не забудьте оценить видео.